Вразумляющее печенье Я уже несколько раз упоминал об удивительной женщине Хильдегарде Бенгенской Родилась 16 сентября 1098 года Кстати, дева по гороскопу, и я тоже Ее считают первой немецкой женщиной-врачом И совсем недавно, уже в современной Европе Возникло целое направление под названием целительство Хильдегарды Мне хочется привести несколько ее рекомендаций Относительно ведения здорового образа жизни У каждого человека есть свои резервные возможности Которые нежелательно превышать Есть они и в волевом воздержании Так вот, Хильдегарда говорила, что человек Подвергающий свое тело неумеренному воздержанию Всегда раздражен Лично я помню свое длительное голодание Когда ты волевым усилием заставляешь себя продолжать голод Постепенно пропадает сон Вроде бы расслаблен, а воля сжата в кулак И как только делаешь выход, сразу же внутри Все распускается и тянет в сон Хильдегарда писала удивительную музыку О которой говорили, что она таинственно Изукрашена многими чудесами И она сама рекомендовала ее слушать людям с нарушением сна И для восстановления растраченных сил Она знала силу мысли и слова Знала и то, что можно делать наговор не только на воду Но и на все другое, что ее содержит Для исцеления она наговаривала на кофе, овсянку и хлеб Лечебные заговоры и давала больным людям Для детей школьного возраста она придумала Особое вразумляющее печенье Которое улучшало успеваемость ребенка Рецепт вразумляющего печенья 20 граммов корицы 20 граммов муската 5 граммов гвоздики 400 граммов муки И спельты Спельта особый сорт пшеницы Вернее, это наиболее древний сорт Дикий пшеницы Которую не подверглись селекции Поэтому она сохранила ряд полезных свойств Которые отсутствуют у современных сортов Если ее нет, то можно обойти с обычной пшеничной мукой Самого грубого помола Продолжаю дальше 250 грамм масла 150 грамм сахара Желательно натурального, тростникового 200 грамм сладкого молотого миндаля 2 целых яйца Небольшое количество соли Вода по мере необходимости Приготовление Муку высыпать на стол Смешать с маслом Добавить сахар, миндаль, яйца и пряности Все раздробить, смешать, замесить и поместить в холодное место Через полчаса раскатать тесто толщиной 2-3 мм Из него вырезать кружочки и выпекать на выложенном бумагой противне При 180-200 градусах Цельсия до образования золотистой корочки Применение 3-5 штук пряного печенья в день с кофе из цикория Давайте кратко пробежимся по особенностям некоторых составляющих этого печенья Это уже мой патин Чтобы я для себя лучше разобрался Но заодно и вам рассказал, что как и действует Корица считается выраженным адаптогеном Иными словами, повышает способность организма Приспосабливаться к особенностям окружающей среды В нашем случае к учебе Снимает остено-депрессивное состояние Избавляет от чувства одиночества и страха Наполняет тело теплом Умиротворяет, побуждает к творческой деятельности Мускат снимает напряжение, нервную дрожь Успокаивает, укрепляет силу воли Помогает при нерешительности и апатии Гвоздика восстанавливает организм После умственного и физического приутомления Улучшает память Важно отмечить, что жгучий вкус специй Согласно утверждениям восточной медицины Усиливает умственные способности Миндаль укрепляет сон, мягко выводит глистол Что касается муки, масла, сахара и из прекрасный материал для роста и восполнения энергии растущего организма В древнем Египте пиво варилось на основе ячменя и сода Потом в него стали для крепости добавлять семена ядовитой белины Что не делало его полезнее Хильдегарда предложила заменить семена белины хмелем Тысячу в 135 году она описала хмель Как антисептик указал, что его горечь предотвращает гниение Для справки В Нидерландах хмель стали использовать в пивоварении только в начале 14 столетия А в Англии в 16 веке Вот такое вот вразумляющее печенье Благодарю за просмотр Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахо.Про Доброго здоровья и до новых встреч!